Аслан Бжани ознакомился с ходом работ на объектах инвест-программы в Гудаутском районе. В Берлине на площадке ведущего немецкого производителя эксклюзивной кухонной мебели прошла презентация Республики Абхазия. Возобновляется автобусное сообщение между Сухумом и Нальчиком. Президент Аслан Бжани провел расширенное выездное совещание с активом Гудаутского района. Сотрудники органов местного управления проинформировали главу государства о проделанной работе за 10 месяцев текущего года и планах на 2022 год. Речь шла об итогах хозяйственной деятельности, исполнении бюджета, поступлениях налогов и платежей, собираемости платежей по электроэнергии, педобстановке, криминогенной ситуации. В рамках поездки президент также посетил ковидный госпиталь в Гудауте и ряд объектов, строящихся по инвестпрограмме. Все подробности в репортаже Дениза Гергия. В выездное совещание президента Аслана Бжани с активом Гудаутского района началось с выступления главы района Баграта Бочко. Он доложил президенту об исполнении бюджета за 10 месяцев текущего года. Бюджет исполнен на 121%. По налоговым доходам исполнение составляет 143,8%. С начала года Рицынский парк посетили 688 439 человек, Новоафонскую пещеру 416 037 человек. Как сообщил Баграт Бочко, из резервного фонда президента на содержание Гудаутского госпиталя поступили 35 миллионов рублей. Доход за 10 месяцев 2021 года составил 370 миллионов 26 тысяч рублей. Поступило 447 миллионов 955 тысяч рублей. В том числе по налоговым доходам при утвержденных бюджетных назначениях за 10 месяцев 2021 года 130 миллионов 51 тысяч рублей, поступило 180 миллионов 6 тысяч рублей, 187 миллионов, что составило 143,8%. При плане от Рицынского реликтового национального парка 43 миллиона 800 тысяч рублей, поступило 63 миллиона 165 тысяч рублей, что составило 144,2%. При плане 31 миллионов 72 тысяч рублей, поступило 40 миллионов 350 тысяч рублей, 129,9% выполнения. В связи с увеличением доходов повысились и расходы Гудаутского района на 30 миллионов рублей. Из этих средств более 26 миллионов рублей, по словам Баграта Бочко, направлены на ремонтно-строительные работы. На здравоохранение более 1 миллиона рублей. Динамика роста наблюдается и в плановых показателях объемов производства. На территории Гудаутского района функционирует всего 1105 субъектов предпринимательской деятельности, в том числе 933 субъекта в экономике, это индивидуальные предприниматели и физические лица. В целом по району при плановом задании объема производства работ услуг товарооборота в размере 909 миллионов 501 тысяч рублей. Фактически выполнение составило 1 миллиард 280 миллионов 500 тысяч рублей. Или 141% планового задания. С динамикой роста 248%. К главе государства доложили и об уровне собираемости платежей по электроэнергии. В этом вопросе картина нелицеприятная, говорит Баграт Бочко. Задолженность составляет 54 миллиона рублей. Аслан Джани поручил главе района исправить ситуацию и повысить собираемость оплаты до 70%. Местные власти должны вести себя более активно, подчеркнул президент. Энергетика – ключевое звено экономики и за нее надо платить. В течение ноября-декабря мы должны увидеть положительную динамику Баграта. Я обращаюсь к представителям власти, представительной исполнительной власти. На местах отрезайте вместе с энергетиками, отключайте тех, кто не платит. Предпринимайте меры, показывайте всем, что вы являетесь властью. Если это неудобно в силу родственных связей или других каких-то причин, тогда дайте возможность молодым людям, которые с этой задачей справятся. Таких мы в селе в любом найдем. Я не могу вам рассказывать сказки о том, что мы можем себе позволить не платить за свет, не поддерживать энергосистему, не поддерживать в технически исправном состоянии сеть, и что у вас в домах при этом будет освещение, я это вам гарантировать не могу. Она так остро обнажилась еще и потому, что появились те, кто незаконно занимается добычей майнинга. Но даже если их не было бы, у нас остро строит проблема капитального ремонта всей энергосистемы. Вот когда был шквальный ветер, это к майнингу отношения не имеет. Линия ПСО, она же старое название, линия Салхина, значит все столбы были, сломались они от ветра, потому что металл имеет определенный срок функционирования. Платят 4%, 2%, 3%. Это же безответственное отношение. Это отношение как к ресурсу, который вот река протекает, убрая от хапша, точнее, за штрогой в ширто, через шту тала шара. За электричество надо платить, мои дорогие друзья. 40 копеек тоже не будет электричества стоить. Себестоимость нашей электроэнергии для того, чтобы поддерживать должным образом состояние сетей, для того, чтобы электричество в домах было бесперебойно, чтобы напряжение было нужное. Себестоимость около 2 рублей. И мы должны будем к этой цифре прийти поэтапно в течение 4-5 лет. Мы должны все наши подстанции, их 43, из них 8 подстанций только отремонтированы, а остальные нуждаются в очень серьёзном капитальном ремонте. У нас нет счётчиков, мы эти счётчики должны поставить. У нас в аварийном состоянии магистральные сети, они провисают. Пократ Бочку рассказал об эпид-ситуации в районе. За 10 месяцев текущего года в Гудаутском ковидном госпитале прошли лечение 1871 человек. Из них 757 – жители Гудаутского района. Скончались 349 человек, 90 – это жители района. Что касается криминогенной ситуации, за 10 месяцев зарегистрировано 75 преступлений, из них 64 раскрыто. Чашких преступлений совершено 25, раскрыто 17. По словам Бочку, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в борьбе с преступностью и правонарушениями в целом наблюдается положительная динамика. В рамках инвест-программы на 2020 и 2021 годы по Гудаутскому району запланирован ряд мероприятий. Значительная их часть касается водоснабжения сёл и самого города. Наряду с прокладкой внутренних водопроводных сетей в сёлах строятся резервуары. Работы, которые ведутся в сёлах Абгархок, Мгудзерхо и Звантрепш, планируются завершить к концу года. По Гудауте также запланировано строительство водопроводной линии на восьми улицах. На 2021 год было запланировано и асфальтовое покрытие четырёх городских улиц. Однако, по словам начальника УКС Тимура Аграба, из-за повышения цен на материалы работы приостановлены. По остаткам 30 миллионов рублей всего по городу Гудаута. Остальные мероприятия по сёлам уже реализованы. В 2021 году будут выполнены. Тут есть ещё одна проблема по городу Гудаута. На одной из дорог, где планируется проложить асфальт, там есть некие проблемы с коммуникациями, но которые сейчас тоже оперативно, совместно с водоканалом. Мы решаем этот вопрос, что пока остальные дороги делают, там эти все проблемы должны быть устранены. Директор Гудаутского телевидения Лариса Чанба рассказала президенту о проблемах, которые испытывает местное телевидение в связи с состоянием офисного помещения. Глава государства пообещал разобраться в ситуации. На совещании также обсуждались вопросы, касающиеся сельского хозяйства. Как отметил Аслан в Жане, необходимо вести работу по привлечению инвестиций. Создание условий для привлечения инвестиций – это наиважнейший вопрос. И эти инвестиции можно будет привлечь таким образом, чтобы это работало прежде всего в интересах нашего населения. Я это специально подчеркиваю. В интересах нашего населения. Чтобы инвесторы здесь строили объекты, которые будут прежде всего работать на нас с вами. У нас все обветшало – водоснабжение в ветхом состоянии, канализационные сети в ветхом состоянии. Мы дорожим тем, что мы имеем. Наши моря сегодня пользуются популярностью, потому что вода чистая. Но если мы не будем поддерживать этот уровень, если у нас не будет очистных сооружений, вода будет грязная, значит будут проблемы связаны с экологией. Как ее решить? Только привлекая инвесторов, мы можем себе это позволить. Встреча с инвесторов обязательно получать решение. Субтитры делал DimaTorzok 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 С 10 ноября год тому назад закончились боевые действия в Карабахе Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В том числе для наших военнослужащих После этого должна была быть масштабная модернизация вооруженных сил Абхазии На все это было предусмотрено 9 миллиардов рублей И мы в течение 5 лет не смогли решить вопрос выделения земельного участка под эти цели 50 гектаров земли Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это такой же как бюджет нашей страны Они наращивают вооруженные силы У них нет никаких территориальных притязаний никому Ни к одной стране У них территориальные притязания только к Абхазии И это не происходит только потому, что у нас есть стратегический союзник И мы никакого права не имеем Наш стратегический союз портить какими-то непонятными вводными В рамках рабочей поездки Сан-Джани посетил ковидный госпиталь Президента интересовало, как работает компьютерный томограф и кислородная станция Главе государства сообщили, что КТ работает исправно в штатном режиме И в обеспечении кислородом тоже споев нет Имеется 24 тонны запаса кислорода По словам министра здравоохранения Эдуарда Бутпо В ближайшее время планируется остановка резервного генератора Глава государства поблагодарил медперсонал за самоотверженную работу Президент посетил село Абгархов Где ознакомился с ходом строительства водопровода Затем посетил объекты водоотведения и канализационной системы в новом фоне Все эти работы проводятся в рамках инвестиционной программы на 2020 и 2022 годы По итогам инспекционной поездки глава государства оценил Качество работ на удовлетворительном Объекты предусмотрены инвестпрограммой 2022 Объекты преимущественно связанные с водоснабжением населения И с восстановлением канализационных систем Работы на мой взгляд идут удовлетворительно Качество работ на этом этапе удовлетворительно Существенных отклонений от сроков нет Я, как и говорил ранее Буду контролировать ход реализации инвестпрограммы Потому как это имеет непосредственное отношение к качеству жизни наших граждан От того, насколько мы качественно выполним работы Выполним работы в срок Зависит благосостояние огромного количества жителей Гудоутского района Поэтому эта инспекционная поездка была для меня необходима Я сделал определенные выводы Мы и в дальнейшем будем оказывать содействие И УКСУ, и должное содействие И контроль в отношении УКСА, и в отношении генеральных подрядчиков И субподрядчиков С тем, чтобы мы эту тему закрыли и больше к этому не возвращались Пока все идет неплохо Пятницу Аслан Бжанин намерен посетить Ачимчирский район Тениза, Герки Алексея Кухава, Раму Камке, Абхазское телевидение Завершился визит делегации МИД Абхазии во главе с Дауром Ковио в республику Никарагуа По словам министра, визит оказался продуктивным и интересным Состоялось множество встреч, на которых были определены новые стратегии экономического и гуманитарного сотрудничества Делегация Абхазии находилась в Никарагуа с 6 по 10 ноября для участия в выборах президента Никарагуа И законодательных органов в качестве наблюдателей Кроме того, в ходе рабочего визита было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Сухумом и Монагуа Медицинские специалисты Южного военного округа в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме Приняли на лечение консультацию порядка полутора тысяч жителей Абхазии, заболевших коронавирусной инфекцией По данным на 10 ноября на лечении в стационаре находится 109 человек, 421 уже выписаны В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено порядка 8 тысяч различных клинических исследований В том числе свыше 3000 ПЦР-тестов, более 1000 обзорных рентгенограмм грудной клетки В столице Германии на площадке Булт Халп, ведущего немецкого производителя эксклюзивной кухонной мебели класса «Люкс» Прошла презентация Республики Абхазия и дегустация абхазской продукции Под названием «Абхазия. Страна больше, чем культура и кулинария» Презентацию провел представитель ТПП Абхазии в Германии Вольфганг Мацки Присутствующим был показан фильм об Абхазии на английском языке Традиционные абхазские блюда готовились на месте на оборудовании Булт Халп на глазах у приглашенных гостей Которые имели возможность продегустировать их Активное участие в мероприятии и поддержку в его организации оказали полномочный представитель МИД Абхазии в ФРГ Хибла Амичба И наши соотечественницы Валентина Граупнер в Атландии и Валентина Маанд Президент ТПП ТПП ТАМИЛА МИРСХУЛАВА принимает участие в юбилейных мероприятиях Посвященных столетию со дня основания в Петрограде, первой в России ТПП В рамках мероприятия состоялся круглый стол Промышленный туризм, проблемы и перспективы, взгляд бизнеса Где ТАМИЛА МИРСХУЛАВА выступила с докладом Промышленный туризм как фактор повышения туристической привлекательности Абхазии В программу визита входит посещение различных предприятий, встречи участников бизнес-миссии С руководителями министерств и ведомств, с главами городских и районных администраций А также встречи с их абхазскими коллегами Национальный банк Абхазии объявляет о выпуске в обращении памятных монет Абжас, Абнацго, Апатхан В центре реверса монеты Абжас расположены изображения леопарда в профиль на фоне гор В верхней части по окружности латинское название пантера пандус В нижней части абхазское название Абжас В центре реверса монеты Абнацго расположены изображения лесного кота Ванфас В верхней части по окружности латинское название лесного кота В нижней части абхазское название Абнацго В центре реверса монеты Абдхан расположены изображения рыси в профиль на фоне гор и деревьев В верхней части по окружности латинское название рыси В нижней части абхазское название Абдхан На аверсе всех монет в верхней центральной части на зеркальном поле расположено рельефное изображение герба Абхазии, под ним надпись «Абсна Абанг». Над гербом надпись, обозначающая номинал монеты «5 Абсаров», в правой части фирменный знак и именик монетного двора. В нижней части на матовом поле обозначен год чеканки. Все монеты выпущены тиражом 300 штук. Их диаметр 33 мм. Материал серебро 925 пробы. Художник Батал Джабуа. С 14 ноября возобновляется автобусное сообщение между Сухумом и Нальчиком. Комфортабельный автобус с пассажирами отправится из Нальчика в 9.30 утра. На следующий день в это же время автобус тронется из Сухумского автовокзала. Стоимость билета за проезд составит 1250 рублей. Уже с декабря частота рейсов на маршруте увеличится. Нальчик-Сухум был приостановлен в связи с изменениями названий транспортных предприятий в Нальчике. Сейчас он переименован Нальчикский транспорт. Более года транспорт не работал, не обслуживался этот маршрут. Но на сегодняшний день все проблемы утрясены с их стороны. С нашей стороны проблем никаких не было. С этого месяца возобновляется маршрут. Более 900 километров продленность этого маршрута. С 14 числа выезжает транспорт. 15-го он уже будет тут. 16-го в Нальчик выезжает. Это будет раз в неделю транспорт ходить регулярно. Ну раз в неделю. И все остальные подробности, которые пассажирам нужно знать. С нашей стороны будет осуществляться объявление прямо на автостанции. Графики будут вывешены на сайте. Министерство экономики занимается этим вопросом. Люди будут оповещены о регулярности данного маршрута в дальнейшем тоже. В летний период мы надеемся, что пассажиропоток увеличится и более регулярно будет этот транспорт двигаться. Сухумский Нарт стал чемпионом Абхазии по футболу. В последнем 21-м туре чемпионата сошлись Кудаутская Рица и Сухумский Нарт. Обе команды до этой встречи набрали одинаковое количество очков по 48. По итогам чемпионата бронзовые медали завоевала Гагра, которая набрала 41 очков турнирной таблицы. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра в пятницу 12 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 2,7, днем 12-17 градусов. Температура морской воды 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!